Всем привет, меня зовут Ирина, это мое новое видео. Это видео я планировала снять очень давно, но вот только дошли руки. Я бы хотела рассказать о сравнении в этих ситуациях, которые происходили так и в моей стране, так и за границей. Давайте начнем. По скрипту, у меня есть волосы, просто это такой вот пучок. Я не лысая, не надо, пожалуйста. Первая маниловкая ситуация произошла в этом году победила... Мишка, ты чего такой вредный? Блин, ну, блин, не надо, пожалуйста. Первая неловкая ситуация, о которой я расскажу, произошла в Объединенных Арабских Эмиратах в этом году. Итак, мы ходим с моим по дороговому центру Фуджерри и хотим купить мне джинсы, потому что я безумно хотела джинсы. Джинсы обычные без рисунков, но это не важно. Мы находим эти джинсы, несем на кассу и нам продавец говорит сумму на английском, потому как там второй язык этой стороны, английский, все знают английский. И он говорит вот так вот, 39, то есть 39 дирхам стоили эти джинсы. И я, без того, чтобы подумать, что он сказал с такой интонацией, я сказала вслух с такой же интонацией эту сумму. И продавец был в шоке, моя мама была в шоке, я сама была в шоке, что я такое сказала. Поэтому мне было очень неловко, я потом ходила по магазину и постоянно думала об этом, что, блин, какой я странный человек. Капец, это так неловко. Вторая неловкая ситуация произошла в Египте, получается, это было в 2014 году, летом. И, получается, мы кушали, у нас был завтрак. Я пошла себе взять колу и пришла, и, получается, я сажусь за столик, где сидят две девушки. Я их совершенно не знаю, но я думала, что одна из них моя мама, и она с кем-то разговаривает, то есть с какой-то девушкой общается. Я сажусь, смотрю на эту девушку, и мне интересно, кто это. Потом смотрю на вторую девушку и понимаю, что это не моя мама, что это две девушки, которых я вообще не знаю, которых я вообще никогда в жизни своей не видела. И я, во-первых, мне было очень смешно, во-вторых, я немного припугалась, и смотрю, и напротив сидит моя мама. И я понимаю, как это неловко. Мне кажется, это безумно стыдно, когда ты вот подходишь, садишься за какой-то столик, то есть за чей-то столик, хотя это не твой столик, но ты садишься к чужим людям, и это безумно неловко. Третья неловкая ситуация произошла также в Объединенных Арабских Эмиратах, получается, мы отдыхаем уже последний день, последний день отдыха, у нас в номере вообще нет воды, и я подхожу к уборщику, который убирается в следующем номере, спрашиваю, то есть я хотела спросить, как вы можете не помочь? Я говорю, can I help you? Как я могу вам помочь? То есть я хотела ему помочь, поубирать. Он понял, это так. Он сразу все начал отрицать, говорить, no, 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 то есть не надо помогать мне, я все типа сам сделаю. А надо было сказать, can you help me? И блин, это так неловко. Последняя ситуация происходит очень часто, получается, ты сидишь на уроке и говорят там, отвечайте. Я поднимаю руку с такой интонацией, будто бы я все знаю, поднимаю и говорю полный бред, на меня все так обернулись, посмотрели. Я понимаю, что я сказала какую-то фигню, и мне хочется просто провалиться под землю. Поэтому чаще всего, когда говорят, скажите, где тебе правильный ответ, я знаю ответ, но я не поднимаю руку, потому что я боюсь сказать что-то не то. И потом поднимает какой-то твой друг или твой одноклассник руку и говорит этот ответ, который ты думал. И ему ставит 12, то ты такой вообще в недоумении, тебе просто как-то стрёмно. И это было все мое видео с темой неловкие ситуации, которые как бы самые более-менее нормальные. И поэтому я бы хотела также почитать ваши неловкие ситуации, так что вы можете их писать в комментариях, я буду их все читать. И поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если тебе понравилось мое видео. Пока-пока.